здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами канал заметки нумизмата и я алексей шлыков в этом выпуске мы поговорим с вами и разберемся кто же мы нумизматы коллекционирующие монеты для собственного удовольствия или же инвесторы которые хотят получить от своих покупок какую-то прибыль в будущем поехали итак кто же мы коллекционеры или инвесторы каждый из нас уважаемые коллеги несомненно задумывался а сколько же стоит моя коллекция сколько она будет стоить через год через пять лет через десять и практически каждый из нас рассматривается увлечение не только с нумизматической и эстетической и исторической стороны но и с инвестиционной насколько это правильно насколько это рационально мы и попробуем сейчас разобраться. Всегда и во все времена, конечно же, самым главным инвестиционным инструментом было золото. И золотые монеты в качестве инвестиции популярны и по сей день. Решив вложить свои деньги в золотые монеты, вы должны четко понимать, кто вы и чего хотите. Вы коллекционер или инвестор? Ваши покупки это покупки именно в коллекцию или же это преобразование денег в металл? Почему это важно? Приведу пример. Перед нами, вот вы видите сейчас на своих экранах, две золотые монеты, две пятерублевые монеты. Одна времен правления Николая Второго, вторая времен правления Александра Третьего. Почему же на данный момент, на апрель 2019 года, средняя цена Николаевской пятерки 12-13 тысяч рублей, а цена же Александровской значительно больше 30 тысяч? Конечно же, 5 рублей Александра Третьего крупнее Николаевской пятерки. Но только ли в этом дело? Конечно же, нет. В случае с Александровской монетой играет роль ее нумизматическая ценность, обусловленная малым тиражом и, как следствие, более редкой встречаемостью. Цена же 5 рублей Николая Второго простого года зависит от цены на золото на данный момент, плюс незначительный процентный коэффициент. Так что же получается? Какие выводы мы делаем? Покупка пятерублевки Александра Третьего – это покупка нумизматическая. Цена со временем, конечно же, может и вырасти, но может и упасть в связи с экономической ситуацией на данный момент. Покупка же Николаевского пятерублевика вполне может считаться и рассматриваться как нумизматической покупкой, так и инвестиционным вложением. Что же касается серебряных монет? Покупка серебряных монет – это чистая нумизматика. Опытный нумизмат со стажем со мной, конечно же, согласится. Цена на серебряные монеты непредсказуема и гарантии ее стабильного роста не существует. В 2012-13 годах цены на серебряные рубли 18 века достигли пика. И, например, рубль Иоанна Антоновича в среднем состоянии стоил от 600 тысяч рублей. Цена за 1 миллион за качественный экземпляр была в порядке вещей. На данный же момент хороший качественный рубль данного правителя вполне можно приобрести за 300-500 тысяч рублей. Поменяется ли цена в ближайшее время – неизвестно. Какие же выводы из этого стоит сделать? Занимаясь коллекционированием, конечно же, стоит обращать внимание на цену предмета. Чем выше качество вашего приобретения, тем выше и шанс роста его цены в дальнейшем, впоследствии. Но как чистую инвестицию такую покупку рассматривать, конечно же, не стоит. Если вы рассматриваете покупку монет как средство сбережения и приумножения капитала, то ваш путь – это покупка золотых монет. И чем проще монета и ниже ее коллекционное качество, тем выгоднее такое приобретение. Ведь вы покупаете металл и нумизматическое, историческое и художественное составляющее лишь повредит вам, увеличивая стоимость приобретенного материала. Подумайте над этим, сделайте выводы и решите, кто же вы – коллекционер или инвестор. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok